Всем привет! В этом выпуске я расскажу, как я купил торговый центр и стал партнером Оскара Хартмана. Для тех, кто не знает, Оскар Хартман является успешным бизнесменом. Совладельцем компании КупиВип, Карт Прайс, а сейчас он еще и вошел в совет директоров Альфа Банка. С вами Ярослав Кабаладзе, я эксперт номер один на федеральных каналах в теме недвижимости. Многие думают, что для того, чтобы начать инвестировать, нужен большой капитал. Нет, это совсем не так. Конкретно я вложил 350 тысяч рублей. И на своем примере я хочу поделиться этой историей, научить вас, как можно группой лиц, скоперироваться, собрать определенный капитал и купить абсолютно любой объект недвижимости. От маленького до большого. И перейти в статус инвестора, там, где деньги работают на вас. Обязательно досмотрите это видео до конца. В нем я поделюсь документооборотом, по которому вы сможете купить абсолютно любой объект недвижимости, сообща с группой лиц. А также расскажу вам про ресурс, где есть подобные вам инвесторы, которые также хотят купить объект недвижимости. Здесь же вы можете найти себе партнера. Для меня была мечта владеть большими объектами недвижимости. Но на сегодняшний день достать котлеты из штанов и купить торговый центр я не смогу. Но сообща, я понял, что могу купить любой объект недвижимости и получать ту же самую процентную годовую ставку в виде дохода. Так как я нахожусь всегда в поиске интересных инвестиционных проектов и инвестирую свои деньги и деньги своих клиентов, торговый центр, на который я обратил внимание, находится в Ижевске. Он был заполнен на 95%. И стало понятно, что он уже сегодня несет прибыль. Нет рисков простоя и потери доходности. Если ты тоже считаешь, что самый лучший вид инвестиции там, где выплаты начинаются с первого месяца, ставь лайк этому видео. После моей предварительной оценки я осознал, что объект для меня интересен. И перешел к следующему шагу. Это изучение документа оборота, как будет протекать сделка, а кто вообще занимается продажей, что за компания берет на себя документ оборот, кто собственник этой компании. В общем, я решил просчитать для себя все риски. Пошел на встречу с менеджером. Оказалось, что продажей объекта недвижимости занимается компания Оскара Хартмана. Мне это стало еще более интересным. Иногда так бывает, когда ты, не подумав, проинвестировав в какой-либо проект, остаешься без денег и без объекта недвижимости. Поэтому важно понимать, кто его продает, какое его назначение и по каким документам будет свершена сделка. В моем случае объект находился в залоге у Альфа-банка. А компания, которая занималась привлечением инвесторов на его покупку, принадлежала Оскару Хартману. В самом начале видео я говорил о том, что Оскар Хартман входит в совет директоров Альфа-банка. Для меня стало понятным, что один и тот же человек, который стоит у продажи этого объекта и ищет потенциальных инвесторов на его покупку, точно подберет выгодный инвестиционный проект. Следующее. Важно узнать гарантированную годовую доходность. Гарантированная доходность – это та сумма выплаты, которую вы получите точно. Она должна быть закреплена в договоре. Там должно быть прописано, откуда берутся выплаты, как и когда они будут выплачиваться. Если ваш договор отвечает на все эти вопросы, то он, значит, максимально прозрачен. Вы понимаете, откуда у вас будут деньги, откуда у вас будет и какая доходность. Конкретно в моем случае доходность за первый год владения составляет 24% годовых, а в следующем году доходность составляет 9,3%. И хочу отметить, что выплаты будут производиться ежемесячно. Следующее. Важно выяснить условия входа и выхода из проекта. Сколько стоит сумма одного пая, за сколько ее можно и как продать в будущем, чтобы для себя определиться, на какой период участвовать в этом проекте. В моем случае это оказалась сумма входа 350 тысяч рублей. Я купил сразу два пая стоимостью 700 тысяч рублей. Далее команда Оскаров-Хартмана создала паевый инвестиционный фонд. Определила стоимость одного пая и сумму выплаты по ним. После того, как был собран основной пул инвесторов, они зарегистрировали юридическое общество, обозначили сумму выплаты одного пая и купили этот торговый центр. Это были условия входа. Теперь давайте разберемся с условиями выхода. В будущем, когда мне надоест этот проект, я смогу в любое время продать этот пай тому, кто находится внутри этого общества или любому другому человеку, физическому лицу, за ту стоимость, за которую приму решение самостоятельно. Эта цена не будет мне навязана из мне. Я сам определюсь, какова стоимость и за сколько мне продать этот пай. Обычно стоимость пая регулируется рынком. И средний срок жизни инвестора внутри одного бизнес-проекта составляет 3-5 лет. Такой пай, как у меня, по истории инвесторов подобные проекты обычно продается с доходностью плюс 20%. Ну, к примеру, я потратил на покупку двух паев 700 тысяч рублей, а через несколько лет я смогу прибавить к этой стоимости 20% и тем самым закрыть сделку. Завершающим этапом этой сделки было подписание договора. Мне просто на телефон выслали счет. Я тут же со своей карты сделал оплату. И я стал совладельцем торгового центра, не выходя из своей квартиры в Москве. А теперь, как и обещал, по ссылке в описании к этому видео вы найдете необходимый пакет документов для покупки подобного рода объектов недвижимости. И там же я оставлю ссылку на ресурс, где вы сможете найти подобных себе инвесторов и выбрать подходящий объект на покупку любого размера и с хорошей доходностью. С вами был Ярослав Кабаладзе. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Канал о том, как инвестировать и зарабатывать на недвижимости.